Сегодняшняя тема Пара из Юты, США, сделала ДНК-тест и узнала, что жена случайно родила младшего сына от чужого мужчины. Об этом сообщает ABC4 News. Ваннер и Донна Джонсон долгое время не могли зачать второго ребенка и в 2007 году решили прибегнуть к процедуре экстракорпорального оплодотворения, ЭКО. Вскоре у пары родился второй сын. Спустя 10 лет после рождения ребенка Джонсона решили из любопытства сделать ДНК-тест. Однако полученные спустя месяц результаты повергли их в шок. Выяснилось, что Ваннер – не родной отец мальчика, хотя его жена никогда ему не изменяла. 15 поразительных фактов о вашем здоровье в нашей галерее, оказалось, что во время коейцеклетка Донны была оплодотворена чужим сперматозоидом. Тогда семья решила найти биологического отца младшего сына и сделала еще один ДНК-тест. Им оказался мужчина по имени Девин Макнил. Джонсон созвонился с Макнилом, чтобы разобраться, из-за чего случилась путница. «Мы были в клинике в один и тот же день и в одно и то же время 14 лет назад. Мне делали перенос эмбриона в матку, а Донна проходила процедуру забора яйцеклетки», рассказала жена Макнила Келли. Предположительно, именно тогда и произошла путаница со сперматозоидами. Семьи планируют подать два иска против репродуктивного центра. Они начали регулярно общаться по видеосвязи и даже встречались лично для совместной прогулки. Пары рассказали своим детям о случившемся, и те хорошо отреагировали и отнеслись с пониманием. «Мой сын сказал, что по-прежнему любит меня, несмотря ни на что», отметил Ваня. «Фото», «депозитфотос.ком», читайте также, «Успеха.Ко» можно предсказать по волосам, смотрите наше видео. Здоровья вам! Ставьте лайк и подписывайтесь.